Скоро-скоро Новый Год, он торопаться идёт, постучиться в двери к нам, дети, здравствуйте, мы к вам. Но нас и Новый Год. А какой Новый Год без салата Оливье и мандаринок новогодних комедий? Фильм «Один дома» – одна из традиционных новогодних картин, ставшая новогодней классикой, которая покорила сердца многих зрителей. Сиквел тоже был неплох, сюжет повторяет события первой части, только события перенесены в горы Нью-Йорк. Затем уходит «Один дома 3», в который главный герой, в отличие от героя первых двух частей, немного пугает. Ловушки у него уж больно жестокие. Но, к сожалению, речь пойдёт о четвёртой части этой франшизы. Итак, в начале фильма нам показывает мальчика, который переживает развод родителей. И зовут его... Видимо, режиссёр, основываясь на двух удачных сетях фильмах, решил сделать своё тупое продолжение. И, ну, получилось как-то не очень. В то время, как в первых двух частях на новогодние праздники семья Маккалистера собиралась вместе, и у Кевина было по две сестры и два брата. А тут же родители живут порознень, и места хватило только для Базы и Мэган. Кевина всячески унижают его брат в отличие от первой части, где просто Кевина не уделяется достаточного внимания. Отец Кевина приглашает детей к себе на Новый год, чтобы сдружить их со своей будущей богатей для супругой. И Кевин, спасаясь от пакости брата, принимает соглашение. По замыслям режиссёра, главной фишкой фильма является умный дом, управляемый пультом, с помощью которого можно открывать и закрывать двери, и в то же время включать и выключать скамейки. И... и, к сожалению, на этом способности пуля заканчивается. До того момента, пока не показали грабителей, я и не задумывался, что это положение второй части. Как раз на самом интересном месте. Да! Это Марф. Замри! Марф, что ты делаешь? Уважаемый Ролд Дэниел, я не понимаю, вы знаете этого или нет, но люди стареют. Так почему, черт побери, в первой части мальчику 8 лет? Во второй ему уже 10. А в четвёртой части ему неожиданно 9 лет. Как так? Почему Марф помолодел? Где Гарри? И почему уже никто не видит фургон, который стоит 2 дня перед домом? Ладно. Ах, да. Не забыл. Единственное узнаваемое лицо в фильме – это дворецкий. Эрик Аварри – это тот же скопированный персонаж из первой части, где был сосед, которым пугали Кевина. Но он тут не пугает, и вообще у него сомнительно непонятная роль. Весь фильм Кевин в нём сомневается, думая, что он помогает грабителям. Кроме дворецкого, в доме есть ещё и горничная, про которую нам ничего не говорят. Она только отмазывает ребёнка. А далее режиссёр просто делает копипасту третьей части, где Кевин видит бандитов, но никто не верит его словам. Мат Кевина решает съездить и посмотреть, как устроился её бывшему женё. Кейт. Это Натали. Натали? Кейт. Здравствуйте, Кейт. Здравствуйте. Так, девушки, девушки, стоп! Продолжайте. Если в первых двух частях фильма нам показывали, что семья – это хорошо, и без родных людей человек чувствует себя одиноким, но особенно если ты восьмилетний мальчик, то в этом фильме показывают важность семьи не на первом плане. Грабители на этот раз решают грабить не дом или квартиру, а похитить маленького принца. В первой части они дожидались, пока из дома все уйдут, а потом врывались в дом, но в этой части они хотят похитить принца у всех на виду, без подготовки. Не лучший план. Но, к счастью, Кевин быстро разоблачает бандитов и записывает их разговор на диктофон. И, кстати, из-за бандитов они из-за Кевина банке срываются, хотя Кевину снова не верят. Я не понимаю, почему хоть раз не посмотреть на камеры свежения или дать им посушить пленку, на которую ты записал разговор. Мы ни на шаг не продвигаемся. В первых двух частях Кевин обезвреживал бандитов своей смекалкой и ловушками, как и в третьей. Ну а тут он просто пытается доказать словами, что в доме были бандиты. Чувак, это не прокатило в первый раз. Неужели ты думаешь, что это прокатит во второй? Зная, что бандиты вернутся, Кевин готовит ловушки для них. Две ловушки, которые не работают самостоятельно. И зачем фильм называется «Один дома», если мальчик еще ни разу за три дня не остался дома один? И никто за это время ни разу не заметил, что в дом заходят посторонние люди. Утром взрослые уезжают встречать карлинскую семью, и Кевин решает запилеть Торецкого в полбик. На что тут ведется? Ну а теперь я просто напротив вынесу вам мозги, ибо такого сюжетного поворота никто не ожидал. Ведь прислуга оказалась матерью Марфа. Марфа, которому в первых двух частях было лет под сорок, ну, может, и больше. Они запирают Кевина в погребе, если с дворецки. Поговорив по душам с дворецким, второй понимает, что в погребе есть лифт на кухне. Господь, пришли мне лифт! Господь оберегает меня! Смотри вниз! Вера! Тут и начинается бой с бандитами. Всем веселого Рождества и всем доброй ночи! Доброй ночи! Да, режиссер скопировал все, что смог. Ты? Дай от меня этому режапсеру в морду! От всей души! Ну и все закончилось с хэппи-эндом, как и в остальных трех частях. Все воссоединились и помирились в Новый год. Режиссер Роб Дэниел гнусно и безжалостно скопировал все, что смог. И это вдвойне обидно, потому что у этого режиссера есть и довольно достойные фильмы. Например, К-9 или Бетховен. И мы все выросли на этих фильмах. Но, к сожалению, не все в жизни всегда бывает удачно. Всем счастливого Нового года! Подписывайтесь, ставьте лайки. Увидимся!